Всех приветствую на своем канале. Как-то у меня был запрос о свечках, и делаю ли я их, и о ромалампах. Вообще, это было два разных запроса, но я решила, что эта тема все-таки немножко одна, и решила я их объединить. Я расскажу сегодня о своих подсвечниках, о ромалампах и свечках. И еще вонючках таких, палочках. В общем, свечки я никогда не делала и не пробовала. Но не считая того, что мы в детстве с сестрой баловались и брали воск, чем-то там его красили, но вообще-то, наверное, были детские бомбочки. В основном их делала сестра, она делала такие шарики, вставляла туда ниточку, и я не помню, горела она или не горела, но, в общем, свечки я не пробовала делать. Романтических свечек у меня сейчас практически нет. У меня были лавандовые. Буквально одна осталась. Это вот, даже я уже ее немножко попользовала когда-то. Это вот гринмамовская последняя. Когда-то их выдавали в подарок за заказ. Потом у меня есть подсвечники. Вот такие шикарные мои первые подсвечники от Ифраше. Еще были как-то такие под золото с серебром. Еще какие от какого-то типа, три такие в стаканчике, я уж не помню. Ну, в общем, много разных других. Но я их или дарила, или в поменешках отправляла. В общем, как-то так. Себе я не оставляла. Вот эти мне очень нравятся. У меня подружка однажды, когда вот только-только они появились, пришла, она даже решила, что это стакан. Говорят, это подсвечники. Ну, конечно, возможно, из них можно пить. Я не пробовала. Но это подсвечники. Вот только сейчас поняла, что тут деревца, а тут просто звездочка. Ну, то, что звездочка, я знала. А вот то, что тут деревца, я даже не обращала внимания. Деревца или росточек. В общем, они мне очень нравятся. В одной у меня сейчас находится эта свечка. Гринмамовская, лавандовая. В другой ничего. И еще у меня есть вот такой подсвечник. Как-то мне как-то тетушка подарила в такой коробочке такая была свечечка. Ну, в смысле подсвечника была такая белая свечка. Она очень долго горела. Я ее там не помню, за чего использовала. Просто так она у меня горела. Ну, в общем, она у меня горела. Остался подсвечник довольно... Он мне нравится. Довольно интересно, красивый. И мне похоже, как-то подсвечник только красный дарила когда-то Ксюшка. В общем, подсвечник у меня уже не знаю, куда-то он... Может, ликвидировался, может, еще что-то. В общем, три у меня подсвечника. Красный, можно сказать. Ну, красный, оттенки красного, да. Желтый и зеленый. Ну, как основные три цвета. На самом деле, основные три... Ну, да, наверное, красный, желтый и синий. Хотя нет, наверное, красный, желтый. Да. Вот все-таки надо вовремя ложиться спать, люди. Я все-таки что-то притормаживаю. Если синий добавить, желтый, то получится зеленый, да. Ну, это в основном мои три любимых цвета. Вот зеленый, желтый и красный. Хоть это и ближе к оранжевому, все равно желтый. В общем, это у меня такие подсвечники. У меня есть... Вот из свечек у меня остались вот только та, единственная. И вот есть такая вот желтая, есть зеленая. Я не стала ее достать, потому что она какая-то совсем кривая. И вот розовенькая. Она вроде как должна пахнуть вишней, но когда я ее зажигала, вот, допустим, под... В роли нагревателя под своей фундюшкой, она ничем не пахла вообще. У меня есть желтая, которая якобы должна пахнуть лимоном. Она сейчас у меня стоит в моей одной, самой первой главной аромалампе, в 2008 году купленной. И в ней сейчас закапано эфирное масло мандарина, но там она, в общем, не пахнет как-то. Она не перебивает этот мандарин, она вообще ничем не пахнет. И еще была зеленая такая вот осталась, последняя коцаная какая-то странненькая. Она якобы должна была пахнуть зеленым яблоком. Эти я покупала все в магазине, кажется, фикс прайс, просто чисто из-за того, что это свечки. Вот мне надо было там в аромаламбу, допустим, или подогреть фундюшку. Или сделать там чай на свечке, в чайничке. Ну, еще, похоже, я покупала только чуть повыше. У нас был такой магазин Черный Кот. Даже, по-моему, он такой сетевой был своего рода по Ярославской области. В общем, ароматических свечек у меня сейчас нет. Ну, я, в принципе, особо их не пользую. Мне больше все-таки нравятся аромаламбы. Но если попадаются или кто-то дарит, то я вот здесь зажигаю. Последний раз я пользовала эти подсвечники, когда у нас вырубился свет так на приличное время. И было темно, кажется, это была зима. Еще у меня есть вот такое чудо природы. Это палочки розовые. Я не знаю, у них какой срок годности. И есть ли он у них вообще. Они у меня стоят, наверное, уже лет 10. Они стоят, и периодически про них забываю. Протираю полку от пыли, их переставляю. Я думаю, что это такое, рассматриваю, вспоминаю. Ой, открыла, а там палочки. У меня были такие лавандовые. Я когда-то давно покупала. И розовые. Лавандовые, кажется, у меня кто-то выпросил. А розовые остались. Вот здесь, в общем, есть такая досочка. Соответственно, вот эти самые палочки. Кстати, одна лавандовая у меня все-таки есть. В общем, вот лавандовая палочка, допустим. Я одно время очень увлекалась ими. Они так воняли, воняли. И, в общем, я их даже пользовала больше, чем аромалампу. А потом как-то забыла, и вот они у меня стоят. Ну, соответственно, она сюда вот суется. Вообще, мне кажется, что эта палочка, может быть, не знаю, она дырочка какая-то вот при глаз открывает. Сто лет мне вообще не было. Розовые палочки, не знаю, вообще пользовала их или нет. Ну, кажется, одну все-таки пользовала. Она вот так уставляется, соответственно. Тут это, ну, тушится, тушится, тушится. Это пепел валится вот в это донышко. Ну, и все вроде как в ажуре. И воняет, и ароматизирует. И никуда дальше не падает. Вот такие вот у меня палочки. Я даже могу с кем-нибудь поделиться, если вдруг кому-то нравятся такие палочки. Так, и вот у меня вот сейчас это обратно убираю. И сейчас я покажу свои аромалампы. Одну аромалампу я покупала, может, года два назад или три, уже не помню, в фикс-прайсе. Просто она мне понравилась, такое вот, как листиками. Чашечка такая. На самом деле тут очень, ну, сюда ставится свечка, естественно, вот сюда наливается водичка и какой-нибудь маслой. Она очень быстро испаряется, и туда надо постоянно подливать. Я ее иногда пользую, иногда пользую на двоих с другой аромалампой. Так. Я настолько сумбурный этот самый обзор получается, что я боюсь что-нибудь забыть. И вот у меня сейчас, я, наверное, все-таки возьму фотоаппарат, потому что, мне кажется, она горячая, и мне ее сейчас просто будет несколько опасно поднимать. Вы сейчас здесь слегка увидите бардачок. Вот моя аромалампочка. Моя первая, самая главная. Цветочек этот мой, и вот в ней эта самая желтая свечка. Я, как-то, уже на 7 минут наговорила. Тут у меня режим, кстати, тоже какой-то для... Вот, в чем я фотографировала при свечках. Так. И еще у меня тут есть привет для двух замечательных людей. Это привет Панина Инессе и ее любимому племяннику Габриэлю. Ребята, привет вам. Ну и что, пожалуй... Наверное, это практически все. У меня есть две аромалампы, три подсвечника. На данный момент единственная в своем роде чуть-чуть уделанная свечка ароматическая лавандовая Грин Мамы и волшебные вонючки. Подружка мне их называла Палки Вонючки. Я их покупала. У нас одно время был такой восточно-индийский магазин. Я там же покупала аромалампу за своей тетей. Некакие тере масла себе и ей. Еще были у меня какие-то конусы в такой коробочке с сердечком, но я не помню. То ли у меня кто-то их выпросил, то ли я кому-то подарила. Ну, как-то, в общем, они у меня уже не есть. Но палочки вот остались. В общем, если вам это было интересно и вы досмотрели до конца, то я буду очень рада. Ну и до новых встреч. Пока.